Мур, привет друзья, с вами Зирько. Многие получили скин 10 сезона на Тигрилла и хотели бы отыграть достойно на этом танке. Давайте разберем, как это сделать. А геймплей нам покажет Дайрик, профильный танковод. Способности. Пассивка, бесстрашие. Получая урон или применяя навыки, Тигрилл получает стаки щита. Накопив их 4 штуки, пятую автоатаку от лесного монстра, башни или героя Тигрилл проигнорирует. Но реалии таковы, что поймать именно в щит сильный крит автоатакера крайне мало. Пассивка, среди аналитиков механики, считается очень слабой, то есть не я один так считаю. Но есть возможности реализовать ее против новичка. Влетаете Тигриллом под башню против соло противника, вкидываете в него контроль, а напарник убивает. Пассивка поглотит один из выстрелов башни и будет отлично, если это будет, когда вы уже покидаете опасную зону. Все же в курсе, что урон башен возрастает по одной цели. Но если противник не новичок, он успеет в вашу пассивку выстрелить и разок, чтобы башня нанесла полный урон. Первый навык. Атакующая волна. Тигрилл запускает волну, которая наносит урон. И замедляет бег противника на 65% на 2 секунды. Чаще используется для ослабления противника в начальной игре. И в основном для замедления. Второй навык. Молот скрытности. В первой части навыка Тигрилл совершает толчок плечом, перемещая противника контролем. После чего активируется вторая часть, подкидывание противника. Два контроля. В одном навыке всегда приятно. Навык массовый в обоих случаях. То есть вы можете переместить толпу и подкинуть толпу. Урона навык наносит немного. Ульта. Внутренний взрыв. Тигрилл притягивает противника к себе, причиняя ему урон и оглушая на полторы секунды. Это тот навык, за который Тигрилла любят больше всего. Массовый стан может легко решить исход схватки. Особенно критично его применение и реакция союзников в поздней игре. Эмблемы. Я предлагаю взять эмблемы танка с первым навыком. Нам нужна выживаемость. Из дополнительных навыков берем только вспышку. Для классической связки. Тактика. На самом деле у Тигрилла есть множество возможностей помочь команде. Если у него руки из нужного места растут. Вы можете, подобно Кусаке, вытолкнуть зазевавшегося противника к своим союзникам. Либо наоборот, отодвинуть от союзника, прилипшего к нему убийцу. Или собрать противников в одну кучу, для того, чтобы союзный маг дал массовый прокаст и все это лишь одним вторым навыком. Ульта же собирает всех в дружную кучку к вам любимому. Вороги об этом знают и резво разбегаются. Чтобы не допустить этого, вы можете из кустов выскочить вспышкой, ультануть, а потом подтолкнуть врага к своим союзникам вторым навыком и задержать их подкидыванием. И если этого не хватило, добавьте первым навыком, чтобы хотя бы так резво не убегала вражина. Сборка. Камень преткновения новичков, играющих на танках. Сначала смотрим, на чем играет противник. Если там нет магов, то и смысл собирать магическую защиту. Если нет автоатакеров, то и незачем брать шипованную броню. Вот наиболее частые связки. Против магов. Щита Фины и Проклятый Шлем. Против автоатакеров. Тех, кто наносит урон с руки. Шипованная броня и Древняя Кираса. Против героев, бьющих навыками, но не магией. Господство льда и Древняя Кираса. И как говорят художники, я Зверько и я так вижу. По традиции, покажу вам мою базовую сборку. Редактируем ее по ситуации. Волшебные сапоги обеспечивают фарм танку. Проклятый Шлем. Увеличит ваш урон, особенно пожирным противникам с множеством ХП. Щита Фины. Поскольку маги в нынешней мете очень популярны, он очень пригодится. Шлем Небесного Стража. Продлевает наше пребывание на поле боя. Вступать-то в бой приятнее с полным здоровьем. Оракул. Усилит предыдущие два предмета и ускорит КД навыков. Древняя Кираса. Каждый раз, когда нас будут атаковать автоатакой, это будет ослаблять врага. Итак, что в целом можно сказать о Тигриле? Отличный набор навыков. Ульту сделали практически мгновенной, но вот это пассивка. А так, хороший танк. Если гайд вам понравился, подпишитесь на канал, делитесь видео с друзьями и, конечно, ставьте лапки. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!